Мы произвели фурор в этом кафе. Вот, тут произошло знаменательное событие, историческое. Набились в кафе сразу прямо все 7 или 8 иностранцев. И это невероятное событие. Это хозяйка. Мы готовы. Михаил. Си-си. Си-си-си. Счастливые. Она клевая вообще. Так мало нас для счастья. Как Витя сказал, это клиентоориентированная тетка. Это лямба. Это мне не надо. Не надо си-си. Держите. Держите. Большая ошибка брать в руки предметы, которые впаривают уличные торговцы. Советую не покупать это. Что происходит, Леш? Я не знаю пока. Не пытаются посмотреть нам, что ты пала. Не пала. Не пала. Спасибо. Мы лосы тупые. Мы не знаем, что это. Не бери в руки. Лошара. Я как-то так бананчики взял. Зачем? Тяжело. Давайте что-нибудь делать. Они нас окружили. Азиатки знают толк выноси мозга. Везде заборы, парковки охраняемые. Дверь на парковку, дверь в подъезд, там консьержка, дверь на лестничную клетку, дверь в лифт, на каждую площадку лестничная дверь, на каждую секцию в 3 квартиры дверь. И потом еще в каждую квартиру. В Москве, да. А в Китае люди, видимо, не догоняют, что через забор может перелезть. Поэтому мы сейчас попробуем. Вход стоит 30 юаней. Какие у вас туда? Тут, наверное, что-то действительно очень интересное, раз так дорого стоит вход. Вот. Поэтому мы сейчас как-нибудь, наверное, изучим научные пути проникновения на этот объект. Мы нашли в лесу местечко, где можно проникнуть сквозь забор. Здесь колючки. И очень крутой и скользкий спуск. Забор, ров, а потом вертикальная скала, по которой надо будет забраться наверх. Прям Форт Боярд. Форт Боярд, факен щит. Да. Эта чудесная стена, она здесь прерывается. То есть в этом месте она банально разрушена просто по кирпичам. Сюда ногу встать. Здесь довольно-таки беспалевно можно залезать. Правда, непонятно, куда это ведет и куда мы вообще лезем. Мы не знаем. Мы только знаем, что вход на эту территорию стоит 30 юаней. А если вход платный, значит, должно быть что-то интересное. Мы проникли на какую-то закрытую территорию научным методом. К чему это пройдет, непонятно. Ну, пойдем. Если надо, что надо будет делать, то есть не будет. Итак, наш сталкинг привел нас к какому-то пруду. Вот этот прудик и домик похожи на сюжет из фильма. Зима, лето, осень, весна. Весна, лето, осень, зима и снова весна. Да. Смотрите, все. Вот так вот в воду опасно падаешь. Таким образом. Здесь, короче, китайцы. Они пришли сюда не просто так. Они изучают какие-то растения. Такие. Сейчас мы пойдем посмотрим, что они там изучают. Мне говорили о киноянгах, что это какой-то ботанический сад. Здравствуйте. Мы туристы из России. Да. Весьма, весьма увлекательно. Еще бы знать, о чем это. А, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы туристы из России. Меня Паша зовут. Приятно познакомиться. Они ботаники. Здесь действительно разные интересные растения. О, смотрите-ка. Коноплеподобное растение. Очень интересно. Только это дерево. Большое дерево с большими шишками. Конопля, говорят, тоже дерево. Ну, да, кстати, вот. Интересные еще просто не дают им вырасти. Нормальные, да, нормальные люди на гидропонике вот такой вот ствол выращивают. Боятки. 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 Леша серьезен и суров. Он еще не отошел от работы. Я сконцентрировал. Да, мне нужно куда-то... Да, мне нужно куда-то... На ночь, куда-то... 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 Вон, смотрите, сзади там какое интересное здание. Че там, Леша? Ну, если вы ночью сюда забрели, здесь можно поставить. О, как здесь сырое и неприятно. Неприятно. Здесь очень неприятно внутри. Неприятно? Да. Песон. Ну, да. Пойдемте дальше. А ты иероглифов много знаешь? В этом саду летают бабочки. Сейчас я попробую поймать бабочку. Близко. В объектив. Ну, вот, вообще, все вот эти иероглифы, в принципе, я знала, как писать. Мне нужно просто вспомнить это. А вот куда мы попали. The Golden Temple в сцене Корея. То есть, это окружность вокруг Golden Temple. Ну, во-первых, саму Golden Temple интересно было бы посмотреть. А во-вторых, здесь написано, что это ключевая, историческая и культурная древняя тема под контролем государства. Вот. И здесь, значит, что? Ну, сжечь и курить нельзя. Здесь падать тоже нельзя. Вот. Выход там. И еще там, говорят, есть как бы канатная дорога. Куда она ведет, неизвестно. Там еще есть теплицы с цветами. И какой-то сад. Рододендронный. Ну, и что, пойдем сейчас заценим все это дело. Пойдем посмотрим. Лезли, блин. Да, зря мы лезли по джунглям, что ли, проникли на территорию Golden Temple. И будет очень тупо, если мы не посмотрим саму Golden Temple. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау. Большой колокол. Все продажно. Ударить колокол 2 ЮАНИО. Посмотрите телескоп 1 ЮАНИО. Охрененно. Я ударил. Два ЮАНИО? То есть я шарахну и два ЮАНИО, да? Два ЮАНИО. Понятно. Ладно. Хорошо, спасибо. Затыкайте уши. Я готов. Папай, помощнее. Давай, ну подержи камеру вот так вот. Вот так вот. Смотри, чтобы не прислать. Да, вот так вот надо, да? Давай, погнали. Ну, а снова кто-то треснул. Да, 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 да. Ну, он у нас треснул давно уже. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Эта территория, она производит впечатление упадочности. Все здесь такое старенькое. Мне очень интересно, что это за богиня-то тебе оброшена. Понятное дело, что они все... Это микс индуизма, буддизма и всего на свете, но очень интересно, что вот конкретно это значит. Это Будда, наверное. Это не Будда. Это женская поставь. Скажите, а сколько стоит вот в этот колокол ступить? Как вот такую хрень можно отлить из металла, было 2000 лет назад, как? Яму, роют яму. Знаешь, раньше делали такое оружие из такой интересной стали, Булат назывался. Вот, секрет был утерян, и сейчас существует масса институтов стали и сплавов, которые бьются над вопросом этого Булата и не могут повторить. По своим свойствам Булат превосходил современные технологии. Никто не знает, не понимает, как это. Доказательства есть, вот они вещи. А как сделаны были, никто не знает. То же самое с колоколами. Может быть, секрет в том, что он старый, был новый, имея в виду какой-то сплав, который время прошло и стал со временем приобретать какие-то свойства, которые современными металями не получается скопировать. Достаточно просто положить какую-нибудь металлическую хрень в землю, положать 2000 лет, и она приобретет те свойства Булата чудесные, которые... Может быть, это так, мне трудно судить. Я вижу европейское лицо, это удивительно. Привет. И он не русский. А вот... Еще один маленький. Ой, здесь тут много. У них тут гнездо. Не прикасайся глазами к телескопу, сейчас возьмут юань сразу. Да, если прикоснуться глазами к этому телескопу, то из твоего кармана автоматически извлечется один юань. Списается один юань. Поэтому я не буду. Я не буду. Я вам могу сказать, что отсюда, из этого интересного места, открывается шикарный вид на город. Мы живем, наверное... Вить, где мы живем? Ох... Современный большой город этот Кунь-Мин, надо заметить. Я думаю, вот где-то он там. Ты думаешь, там мы живем? Скорее всего, где-то в районе этих строек. Смотри, вот это сигналов из космоса, это на непланетян. Да. Сальфа-Центавры по седьмому каналу передают. Всего каналов пять, но нам по седьмому. Это Китай. Это китайская колокольня. И вот это вот город Кунь-Мин. А это китайцы. Вон они тут ходят. Китайцы. По замечательной китайской традиции, храм превратили в торговую площадку. Успаривают сувениры. Танечка, мы уходим. Весь храмовый комплекс превращен в одну большую торговую площадку, где продают всякое дерьмо. И вот этот шлаг китайский, смотрите. Вот он весь здесь представлен. Я думаю, что вот это кого-то может приколоть. Например, вот такое. Вот всякие рогатки. Все это прикольно, но нам не нужно. Смотрите, какой дедушка. Колоритный. Ходит бутылочки собирать. Курица. Она из-за этого очень кайфовый звук. Какой ужас. Просто кошмар какой-то. Ра, дай кугу улицы. Мороженое, кстати, не намного дороже. На один юань дороже. О, 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 смотрите. А, как вам? Кайф вообще. Как вам эта система? Огонь вообще. Попробуй, вытащи. Блин, прикольно слышал. Как они его запихали? Они его... Зубы потом... Внутри сделали. То есть вы... Натурик! Вырезали внутри его. Точно. В этом и прикол. Что это... Показатель трудоемкости. Огонь, натурик. Ну, он полый внутри. Смотри, нужно там что-нибудь достать. Каури, контейнер, жару... Интересные фигурки такие здесь. Все на охоту. А это типа барабан. А в этом суть азиатских культур. Они пригнают конечность всего. То есть даже вот когда... Ну, вот взять хотя бы эти мандалы, которые рисуют в... Ну, не рисуют, а создают с помощью цветов в буддистских храмах. Они лежат полдня, а потом они берут их и ломают, разрушают, собирают, мешают. Так же и тут. Сейчас это все высохнет, и все, красоты не будет. Честно говоря, я неоднократно видел людей в Китае, которые вот такой... Какой-то кисточкой непонятной рисуют. И ровно на полной водой. Мне не очень понятно, в чем приблизил. Ну-ка, зацените, как вам это? Произведение искусства. Что-то борщик может помнить. А вот это? Ой, птичка, не стыдись. Это птичка называется пикок. Я не помню, как переводится на русский. Типа пикок потрешь, и... Не, смотри, ухо тоже можно потереть, но оно не натертое. Психология человека такова, что все, что можно потереть, люди потрухи. Вот все, что выступает, так сказать, неровно. Пикокок, он прям создан для того, чтобы положить себя в руку. Сегодня первый солнечный денек. Становится тепло, хорошо. Рай, вообще. Погодка налаживается. Красивый парк здесь. Прудик вот мы тут проходим мимо. С одной стороны плюс, с другой стороны минус путешествия. Через какое-то время впечатления замыливаются. И все начинают казаться одинаковыми. Все храмы, монастыри, горы, достопримечательности, памятники. Не знаю, на вулканах я пока еще не был, поэтому вулканы будут казаться новыми, интересными. Думаю, после пятого они тоже начнут казаться одинаковыми. Интересно, а много вот вулканов можно так посетить? Ну, так, чтобы вот прям к жерлу забраться наверх. Надо гуглить. Гуглить, наверное, да. Какие-то сценки из жизни коренных народов, видимо. Очень интересно. Сейчас что-нибудь еще найдем. Сейчас еще найдем место. Мощно. Смотрите, как Голден Темпл. Вот это место. Сейчас только надо найти всех. Я думаю, они не дураки, наверное, туда внутрь пошли. Нет. Вон, Остап ходит. Что, чуваки, мы нашли Голден Темпл, походу. Да, походу. Так, что-то тут народу дофига. Заценим. Так, это вот древности, чтобы не ломали. Чтобы не ломали древности, видите, все это так. Так. Нужно попасть. Закинуть вон. Угу. Очень увлекательная игра. Пропустите, пропустите. Давай-ка я попробую. Ну, давайте еще. У кого монетки есть, давайте. Так, Остап, ну-ка прояви. Нельзя так, Остап. Пытался считить и прорвать сначала поверхность напряжения воды. Надо вот это сделать. С расчетом на то, что монетка полетит прямо. Но эта тема здесь не работает. Ну что, отличный метод отжима денег у туристов. Какой приз тому, кто попал? Дэнни, это 1 юань? Нет, это 0,1. Это 1 джан. А, 0,1 тогда можно. Да, 0,1 это 60 копеек. Самый, наверное, лучший автомат, который я видел. Да, он еще и призы не выдает. А вечером здесь приходит человек, суткает воду, суткает воду. Что за очередь такая стоит? Неужели завезли красного? Что-то древнее. Что там? Мужик сидит какой-то. Я хочу какую-нибудь табличку с вырубленными и ровными. Или сама эту не сделаю? Давай сами сделаем дома. Можно восковую сделать. Нам сплошная. Так. Опять сплошная коммерция. Что-то здесь происходит непонятно. Вот, смотрите, какая черепаха зачетная. А то черепаха-дракон! Суровая черепаха-дракон! На ней зиждется мироздание, наверное, черепаха. Очень здорово. Блин, вот эта система с тариком внутри этого. Вообще просто, я прям, тащусь. Вообще, охотно! Во-во-во, зачетная тема. Первый раз такое вижу. Что там? Жрач, типа. Брелок, типа, со жрачкой. Причем, вот эти бобы Маша настоящие. Они просто залиты каким-то искусственным клеем. И законсервированный. Да, только сырой. Ну вот, мы добрались до первого, пожалуй, в своем путешествии арт-объекта в Китае. Потому что до этого мы все шарахались по каким-то вокзалам. Ехали, ехали, ехали. А здесь вот мы сейчас оказались в парке. Здесь очень красиво. И мы ищем канатную дорогу. Ищем канатную дорогу. Здесь очень красивым. Здесь очень красивыми. Тин хао! Тин хао! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Что это такое за сценем? Ух ты! Какой мощный старец! Похоже на Зевсе! Сама ты Нептун! Это Посейдон! Типа вот такие штучки! Да, можно такие штучки набрать! Видите? Можно с разными иероглифами! Это кошаки! Не знаю, решайте сами, стоит сюда идти или нет! На самом деле он очень большой! Мы обошли немного! Мы, в принципе, где-то вошли, где-то вот... Где-то вот здесь мы вошли! Вот! Прошли как-то вот так вот! Потом посмотрели Golden Temple, тут пошарахались! Пошли обратно! Здесь нас не пустили на канатку без билетов! А канатка стоит 40 юаней на человека в одну сторону! Вот так вот она вниз сюда идет! Вот! А мы сейчас, наверное, выйдем вот через этот выход! Ну, наверное, здесь вот побольше так погулять, наверное, стоит! Особенно круто здесь было бы покататься на великах или на скутерах! Но нам это не заступно почему-то! Бабочки всего лишь по 15 юаней! Прикольно! Почему они такие большие, красивые? А Танечка любит всякие штучки! Пейзажи вот эти красивые! Да! Это очень красивые! Сидишь так... Бабочки дохлые! Я говорю, это кайфовая тема! Питаться на передних местах двухэтажного автобуса на втором этаже! У тебя такой хелый телевизор кайфовый! Реал... Реал... Реаллайв! Реаллайв! Да! Реаллайв! Да! Прекрасно! Реаллайв! 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 Продолжение следует...